И там показывают непростую жизнь королевских подростков. Потому, что у Средненького нет дракона. А дети от Стронга... Ну, там один взрослый белобрысый, королевский совершенно, очевидно, старший брат. И дети от Стронга, да, черненькие. Да, они начинают эти мелкие разводить, как чай в стакане, двоюродных братьев, со страшной силой просто. Или как это называется? Не двоюродные братья, а кто они им положил? Кузены. Это обобщающее. Да. Ну, короче говоря, начинают разводить, как чай в стакане, что у тебя нет дракона, а мы тебе нашли дракона. Отводят его к драконовой яме, а тут свинья выбегает с привязанными крыльями. Они говорят, встречайте коричневый ужас, там что-то такое. И уже начинают мелкие ссориться. Все ссорятся. Это все прекрасно. Вот просто потрясающе прекрасно. Но, опять же, вы держите за идиотов, что ли, нас. Вы понимаете, что даже выглядят в кино эти белобрысы, насколько старших этих вот мелких. Да. Между ними, между старшим от Нюрки и старшим от королевы семь лет разницы. Этому, условно, четырнадцать, этому семь. Вы понимаете, что когда сорок и сорок семь, это вообще не разница. А между семью и четырнадцатью, это первоклассник. А этот чувак уже в комсомол вот-вот вступать будет. Это пропасть. Потому, что когда первокласска начинает подкалывать, причем вот так успешно, четырнадцатилетнего дятла, ну даже хорошо, двенадцатилетнего. Окей. Это просто невозможно. Вы вспомните себя в школе. Вы в первом классе. А это... Сколько там? Седьмой класс. Двенадцать лет. Вы только думаете о том, как бы вам пинка не дали на перемене, чисто ради смеха. Потому, что он тебя, во-первых, больше в два раза. Умнее, злобнее. И все подряд. Он там же опыта набрался. Матерных слов знает в два раза больше, чем ты. То есть, вы в первом классе не котируетесь вообще. То есть, совсем. Ну, поскольку там в таком возрасте все построено на физической силе, кто кого забьет-то, ну тебя забьют. Сразу. Именно поэтому младшие классы, даже в советских школах, отделены были. Сюда нельзя ходить. Здесь нельзя бегать, играть. Ничего. Ты ж их затопчешь. Покалечишь. Конечно. Ты в два раза больше, тяжелее. Ты просто бежишь с компанией своих друзей, как пятнадцать лосей диких. Через бурелом. И только вокруг вас... Все как кегли. Первоклассники только так... Разлетаются. Как хорошо. Ну, а уж такая подколка ловкая в исполнении первоклассников... Да. Это просто невозможно. Потому, что этот... Один старше на семь. Другой на пять лет старше. Они просто тупо умнее. Первоклассник, когда скажет семикласснику, смотри, паровоз летит... Он такой... Хорошая попытка. Найс трайн. Найс трайн. Поставьте его в позу бегущего египтянина. Я пробью. Низко пошел. Куда ждем? Куда ждем? Причем это же обозначает нам конфликт. Между вот этими детьми и вот этими детьми. Он не может зародиться конфликт ввиду разницы в возрасте. Как это вы пакостничаете так? И далее... Я не знаю... Я бы рассказал один случай, который я как-то раз устроил, чем это закончилось в адрес сверстника. Блин. И что получилось с младшими в итоге? Ну, а что вы считаете, что он вот увидев, что ему особей королевской крови вывели свинью с крыльями? Что бы он с ними сделал? Вот прямо там. Не задумываясь. Просто растоптал бы нафиг. Ну, как минимум, хорошенько отлупил, кого успел бы схватить. Хотя бы одного. А у вас нет. Он стоит там какой-то грустный. А потом раз и в пещеру пошел. Посмотри, что там. А там дракон как пыхнул. А к чему это было? Зачем? Он же огнеупорный. Какая ему разница? Да. Если он не горит... А мамка его заругала. Чего ты опять ходил? Где ты опять был? А он мамке и говорит, мне свинью подложи. Коричневый ужас. Или розовый ужас. Коричневый смешнее гораздо. Гораздо. Они не умеют. Не умеют. Хорошие. А потом королева Алиска пошла жаловаться мужу. Свинью подложили подростку. А он говорит, ты уверена, что это не наш с тобой старшенький говнюк все организовал? Совершенно справедливо. Потому, что эти ж мелкие. Они такое придумывать не могли. Приходит говнюк. Говнюк молодец. Говнюк молодец. Стоит в окне. Косплей второго сезона «Пацанов». И с видом на Дубровник яростно дрочит. Именно яростно или именно дрочит? Зачем? Потому, что он такой плохой. Я вот как-то... А ты на что дрочишь? Фотка есть? Есть. Это же Ломоносов. Ну, и что? А мне нравится? А он на свои будущие владения подращивает. Ну, хоть бы фотка какая-то была. Я не знаю. На город. Это все мое. Чушь какая-то. Какая-то чушь. Это просто косплей пацанов. Этот самый Хоумлендер закончил второй сезон тем, что он стоял на небоскребе и яростно маструбировал на Нью-Йорк. С воплями мне все можно. Ну, с этим хоть понятно. А тут ребенок. Ребенка должно что-то возбуждать. Объект какой-то. Просто дрочит. Возможно, у него были какие-то средневековые порнографические книжки. Картинки. Да, у них там все обвешано порнографическими гобеленами. Гобеленами, да. Есть на что дрочить. Они бы заляпанные все были бы уже. А это что такое? По самый рог было бы залито все. Ха! Черт! Такого акробата загубил. Ну, вы извините. Просто в кино так показывают. Мы не виноваты. Мамка королева прибегает, давай его ругать. Типа, ах, что ж ты такое творишь? Что ты что не понимаешь? Что если Нюрка придет к власти после смерти короля, вам всем кранты. Она уничтожит все перешкоды ее права. То я не буду... Ты перешкода. Ты ее перешкода, Эйгоне. Потому что ты живешь и дыхаешь. Ты первосток короля. И они знают. Все в королевстве чувствуют в крови и в кистках. Еще одного дня ты станешь нашим королем. Боже, это какой бред. Опять же, если старшенький говнюк рулит мелкими двумя малолетками, это я охотно поверю. Запросто. Это игрушки. В таком возрасте для 14-летнего это именно что игрушки. Ну, вы хоть показали бы, блин. Это ж кино. Кино, оно про то, что показать что-то надо. Это недолго. Это 15 секунд хрона можно потратить. Что он там? Наускивает. Да. А нам это вообще не показывают. Ну, то есть, от слова совсем.